МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Дефицит угля в самом угольном регионе страны. Карагандинцы возмущены километровыми очередями. Областные власти заявляют, дефицита нет. Ажиотаж вызывают сами граждане. Деграфы отменяются. Представлен новый вариант казахского алфавита на основе латинской графики. В нем определены 9 новых знаков, обозначающие специфические казахские буквы. Здравствуйте! Я ваш участковый. Участковые инспектора полиции намерены познакомиться с каждым жителем своего района. В Карагандинской области полным ходом идет операция участок. Премьер-министр страны Бахачан Сагентаев подверг критике готовность к отопительному сезону в ряде регионов. В частности, доля критики досталась Карагандинской области из-за проблем с углем. Видео километровых очередей за топливом размещают пользователи социальных сетей. Есть ли дефицит? Все подробности в нашем репортаже. Сегодня угледобывающая компания стала временной парковкой для водителей КАМАЗов. Водители говорят, что они уже забыли, когда последний раз ели горячую пищу. Они не уходят ни днем, ни ночью, боясь потерять свою очередь. Несмотря на все неудобства, водители готовы ждать даже целую неделю, чтобы привезти домой хотя бы 5-6 тонн угля. Страдают не только местные жители. Тяжелее всего приходится тем, кто приехал в наш угольный край из других областей. Среди них Кусаин Токенов, житель Павлодарской области. Я свою машину отправил назад, потому что моя очередь подойдет только через неделю. Я договорился на субботу. Однако дефицита угля в Каргандинской области нет. Об этом заявляют чиновники. Ажиотаж создали сами жители, заявляют в Акимате. А причиной стала непогода, которая так неожиданно настигла нас на прошлой неделе. Поэтому та ситуация, которая сейчас у нас складывается на точках сбыта угля, те очереди машин, она обусловлена тем, что уголь есть, производство угля. Оно, как я уже сказал, выросло. Ограничены возможности по отгрузке, загрузке данного угля. Сегодня угольные предприятия работают в две смены, чтобы обеспечить углем всех потребителей, заявили чиновники на специальном брифинге. При плане 1600 тонн в сутки, это, в принципе, тот же самый объем, что и прошлого года, мы сегодня грузим 4500-4900 на самовылаз. На самовылаз. Это только самовылаз, вы представляете. И управлять этим процессом невозможно. Мы просто говорим о том, что, ребята, есть план, есть объем, есть наши возможности. Люди приезжают, они стоят, мы не можем их там трое суток держать. В Караганде действуют 10 крупных предприятий по продаже угля. Топлива хватит на всех, заявляют областные власти. Чиновники также призывают жителей области не устраивать ажиотаж. То есть нет такой ситуации, что уголь может в какой-то момент закончиться. Я вас уверяю, что в течение всего октября, ноября и декабря уголь будет продаваться штатно в тех же точках, где он сейчас реализуется. Между тем водители большегрузных машин продолжают ожидать своей очереди, втайне надеясь, что продавцы угля не станут пользоваться случаем и не будут поднимать цены на твердое топливо. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 9 октября на трассе Цимиртау-Караганда прокинулся КамАЗ с углем. Повреждение получила легковая автомашина, которая следовала за грузовиком. Водитель легковой машины Тойота Авалон получил легкие травмы от упавшего угля. По сведениям полиции, 29-летний водитель КамАЗа не справился с управлением. Проезжавшие мимо автовладельцы не сдерживали эмоции. Очевидца возмущал тот факт, что уголь рассыпан на дороге, в то время, когда в регионе дефицит этого топлива. В отношении водителя КамАЗа составлен административный протокол. В результате дорожно-транспортного происшествия сзади ехавшая машина Тойота Авалон под управлением водителя 1955 года рождения оказана медицинская помощь без госпитализации. На сегодняшний день в отношении водителя КамАЗа составлен административный протокол по статье 806, часть 7 кодекса об административных правонарушениях. На знак существует ответственной экспертизы. Угольные предприятия Караганды перешли на круглосуточный режим работы. И все для того, чтобы обеспечить углем население. По сведениям областных властей, дефицита угля в регионе нет. Эту тему обсуждали на аппаратном совещании в областном Акимате. Дефицит угля в регионе отсутствует. Такое заявление на аппаратном совещании в областном Акимате сделал заместитель Акима области Алмаз Айдаров. Однако пока еще есть очереди на отгрузки топлива. Это связано с ранним похолоданием. Что касается добычи угля, то здесь проблем нет. Многие предприятия начали работать круглосуточно. По добыче проблем нет. По сравнению с прошлым годом у нас идет рост. Узкая рублышка, у нас процесс отгрузки и доставка. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что сейчас у нас 50 машин, которые стоят в очереди по области, они прибыли из Астаны и из Атмолинского региона. Поэтому с производством угледобывающего провели беседу. В частности, на Шубар-Коле открыли вторую смену, с 3 октября ночную смену отгрузки. Если до этого 2 тысячи тонн грузили, сейчас 4 тысячи тонн грузим. Это порядка 140-150 машин. Что касается других угледобывающих предприятий, то здесь тоже стараются максимально ускорить работу. К примеру, в компании «Сад Комер» в сутки отгружают тысячу тонн угля. На разрезах «Молодежный» и «Кул Чекинский» добыча и отгрузка проводятся в штатном режиме. На каждом разрезе работает по два экскаватора и два погрузчика. Ерлан Кушанов поручил подчиненным проанализировать ситуацию. Сравнить ее с показателями прошлых лет, определив слабые места в подготовке угледобывающих предприятий к зиме. Я поручаю Алмазу, Анатолию, коррекции, проанализировать его. Где именно узкое место, видишь, население, не можем закупить угледобывающих. Утром 5 октября из-за резкого похолодания на междугородних автодорогах произошел транспортный коллапс. Многочисленные аварии и многокилометровые пробки наблюдали жители области. Глава региона Ерлан Кушанов назвал такую ситуацию недопустимой. Автодорога Караганда-Тимиртау сегодня проходит капитальную реконструкцию. Подрядчик занимается ремонтом, но никогда не занимался содержанием дорог. Всего зимой на очистке областных дорог будет задействовано порядка 140 единиц специальной техники. Канад Шаймин доложил, что имеется необходимый запас топлива, а также песка и соли для обработки дорожного полотна от гололеда. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Главе государства был представлен проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения. Предложенный проект алфавита не подразумевает использование диграфов. Предполагается ввести девять символов с апострофами, которые и будут обозначать специфические казахские буквы. Президент Казахстана отметил, что реформа государственного языка является одним из важных вопросов программы модернизации общественного сознания. При этом он особо подчеркнул, что в этот процесс вовлечены самые широкие массы населения. Обсуждение проходит буквально в каждом коллективе. В администрацию президента поступило более трехсот обращений от общественных объединений, научных кругов и отдельных граждан. Ни в одной стране мира переход на другую графику не обсуждался всенародно. Первый проект алфавита с использованием диграфов вызвал дискуссии. Нынешний вариант многим представляется более удобным. Буквально вчера был предложен новый вариант казахского алфавита на основе латинской графики. Этот вариант мне больше понравился. В предыдущем варианте были использованы диграфы, а в нынешнем проекте все буквы пишутся и запоминаются легко. В первом варианте было 25 букв, столько же, сколько и в латинском алфавите. В новом варианте – 32 буквы. Но все же после того, как был обнародован новый вариант, в соцсетях казахстанцы стали высказываться в его поддержку. Но все еще необходимо доработать. Особо подчеркивается, что переход на латиницу является весьма сложным и долгим процессом. Глава государства не раз указывал на необходимость подготовки учителей и методической базы для внедрения нового алфавита в систему образования. Правительству поручено разработать план поэтапного введения казахского алфавита на основе латинской графики. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Областная универсальная научная библиотека имени Гоголя широко распахнула свои двери. Цель акции – День открытых дверей не просто расширить круг потенциальных читателей, но и познакомить их с сегодняшними возможностями библиотеки. В этот день двери библиотеки практически не закрывались. Одна группа читателей уходила, другие приходили. Работники библиотеки их сразу вовлекали в экскурсию по залам и лабораториям книжного хранилища. Цель акции – конечно же познакомить население наших читателей с библиотекой. Познакомить с теми ресурсами, которыми располагает наша библиотека. Конечно же в центре внимания находится статья президента «Взгляд в будущую модернизацию общественного сознания». Сегодняшняя областная универсальная научная библиотека имени Гоголя насчитывает около полумиллиона томов книг. Здесь собраны периодические издания области, журналы. Читателям представлены электронные услуги и издания. Есть даже 3D-принтер, с помощью которого можно создавать цветные изделия, необходимые в работе библиотеки. Библиопрогулка только разожгла интерес у посетителей библиотеки. Их ждали развлекательные и познавательные викторины – выставки. Был организован обмен книг. Всех особенно привлекла выставка одной книги – «Латинский язык. Требование времени». Эта книга на латинице была издана в 1939 году. И, что удивительно, она читаема и сегодня. Вчера, 9 октября, у нас в библиотеке прошла торжественная передача этой книги. Эту книгу нам подарили жители Каркаролинского района, совхоза имени Касыма Анжолова, Успанкулов, Махсат. А эта книга принадлежит преподавателю из Алматы Барманкулову Карибаю. На торжественное вручение этой книги приехала его дочка. Эта книга единственная в библиотеке, поэтому она будет храниться в специальном фонде. Ведутся переговоры с Алматой о ее реставрации. Как бы мы все не привыкли к интернету, но живая книга дает ощущение сопричастности к тому времени, о котором рассказывает писатель. Книга, как живое существо, вызывает восторг, радость или негодование. Ей подвластны все человеческие чувства. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Участок» карагандинские полицейские обошли свыше 80 тысяч квартир и домов, в которых проживает свыше 200 тысяч человек. В результате обхода выявлено и пресечено свыше 7 тысяч правонарушений. Таковы предварительные результаты мероприятия. Установление тесных доверительных отношений с гражданами, повышение имиджа и авторитета местной полицейской службы. Такова главная цель оперативно-профилактического мероприятия «Участок», который проходит по всей республике. Механизм прост. Участковые инспекторы полиции совместно с работниками других служб обходят квартиры и дворы населенных пунктов. Они проверяют у граждан документы, удостоверяющие личность, а также регистрацию и условия хранения оружия. С начала проведения ОПМ прошло около месяца. Сегодня полицейские подводят предварительные итоги. И пресечено около более 7 тысяч правонарушений. Изъято 3 незаконных огнестрельных оружия, по которым лица привлечены уже к ответственности. Один к административной ответственности, два человека к уголовной ответственности. Кроме того, также выявлено 3 правонарушения за содержание, незаконное культивирование наркосодержащих растений. Это у нас по городу Сатпаев. Житель привлечен к административной ответственности. Ему предстоит выплатить штраф свыше 20 тысяч тенге. Кроме того, более 150 иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. А 46 уже выдворены из страны. Стражи порядка также отмечают, что этим мероприятием могут воспользоваться мошенники. Полицейские рекомендуют требовать у гостей служебное удостоверение. Когда участковый пройдет, необходимо потребовать у него служебное удостоверение. Так, чтобы в целях недопущения фактов мошенничества. Чтобы участковый имеет право проверить у вас регистрацию по месту служительства, вы должны предоставить документы, удостоверяющие вашу личность. Также полицейские советуют, если вы стали свидетелем нарушения закона или против вас совершены противоправные действия, не скрывать это, а тот же обращаться в органы правопорядка. Оперативно-профилактическое мероприятие участок будет проходить до 1 декабря. К другим новостям. В Караганде прошел областной турнир по казахской национальной борьбе в рамках соревнований «Жас-Барыс». В борьбе за призовые места участвовало около 300 юных спортсменов со всех уголков карагандинского региона. Победители получают путевки на республиканские соревнования. Национальным видам спорта сегодня уделяется особое внимание. В областных соревнованиях 2017 года приняло участие около 300 юных борцов победителей районных сельских состязаний. Нурлан Кирилхор занимается спортом более пяти лет. Он мастер спорта по казахша-куресы. Бронзовый призер республиканского чемпионата. На областных соревнованиях весовой категории 60 килограмм он стал победителем. От Карагандинской области он будет выступать на республиканском чемпионате. Девять регионов Карагандинской области направили своих лучших борцов на эти соревнования. Чемпионат призван развивать национальные виды спорта, патриотизм, упорство в достижении цели, здоровый образ жизни. По словам Серика Тулеовича, главного судьи соревнований, в этом турнире выделились своей подготовкой борцы Караганды, Тимиртау, Жанаркинского и Осакаровского районов. Победителям были вручены медали и памятные подарки. Их ждет международный турнир, который пройдет в Чемкенте. И последнее на сегодня. Почти 2000 тонн продуктов планируют продать по сниженным ценам на осенних ярмарках в Карагандинской области. Первая откроется уже в предстоящую субботу, 14 октября на улице Олимпийской. На ярмарке можно будет купить молоко, мясо, овощи и рыбу по сниженным ценам. Товары привезут из Абайского, Актугайского, Бухаржуравского, Жанаркинского, Осакаровского и других районов области. В областном центре ярмарки пройдут 14, 21 октября и 11 ноября. 4 ноября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Жескозгане, Саране, Шахтинске, Садпаеве, Тимиртау, Балхаше, Каражале и Приозерске. Всего на ярмарках планируют продать более 200 тонн мяса, около 700 тысяч яиц, 300 тонн овощей, а также более 1000 тонн картофеля. Кроме того, для покупателей приготовят 400 килограммов баурсаков и 400 литров кумыса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова